всем привет добрый день добрый утро жене у добрый потому что совсем даже не утро мы идем уже на вторую часть половину работы вот утром до хотела поснимать а потом кинулась у меня не было это оставила как это назвать карточку в компьютере батарейку главное ставила нам не заряжалась а карточку оставила и не поснимаешь на улице так хорошо знаете не ветерка ничего ну и солнца нету пасмурно море зато такое прям как зеркало ну сходим посмотрим бежит бежит у меня там уж остался есть и он никак не хотел уходить меня увозят тут еда самая вкусная может что-нибудь урву а вы меня увозить но пришлось потом с ним гулять пойду на пляж да утром намного холоднее было венга суфы давай давай все едем столько народу здесь ходят туристы разные все вот и прошла страстная неделя теперь до следующего года все ждут ждут вообще это в этом году погода конечно не подфартило но на следующей неделе уже смотрю прям потеплеет так что будем надеяться здесь уже не будет процессе в этом сегодня я думала что машины нельзя парковать нигде будет же переживал думаю где бы где потом машину оставлю а нет нормально все видите как едут машины по склону везде такие склоны а сейчас еще знаете в чем проблема что смотрите видите серо отсветчик на на дороге и вообще пипец если бы дождик был это как по по льду ехать очень скользко наш ресторанчик время 5 а уже еще все едят представляете но это потому что ой моя клиентка пошла работать смотрите какой море сейчас туда пойду гулять вот поэтому везде туристы сидят кушают и мусорят наверно уже понятно где я и что я уже отработала еду вот думаю ехать в меркадон или не ехать мне в принципе там всего нужно 2 2 товара купить но не охота из-за них потому что сейчас только народу там суббота вечером что из-за каких-то мусорных мешков стоять в очереди не очень-то охота нет такого желания особого наверное не поеду смотрите как у нас красиво а море вообще суперское потеплело кстати хорошо прям вот эти сколько караван приехала так вот по всей этой оккупировали франция нидерланды в общем оттуда все это откуда нет это испания наверное может быть с севера там вот по номерам смотрю не знаю я бы как бы хотела тогда попутешествовать а с другой стороны не очень фиг его знает хотя если бы у меня было миллионы и не знаешь куда деньги девать можно и попутешествовать хотя с другой стороны если бы у меня были миллионы я бы путешествовал на самолетах и на круизах да ну а чего гадать миллионов все равно нету и нам их не видать не в ближайшем будущем не в дальнем хотя мечтать не вредно нужно мечтать и стремиться к своей мечте но моя мечта к сожалению или к радости не это я не стремлюсь быть миллионерой миллионершей а куда я иду у меня машина там у маруси и назад задний ход чарли ты скажи что ты с ума сошла ты чё туда-сюда ходишь дети как здорово отдыхают вообще мне прям жарко и знаете духота такая прям страсть а если бы у вас был миллион что бы вы сделали на них вообще наверное вы тоже мечтаете когда-нибудь о миллионах а все мы мечтаем наверное иметь много денег с другой стороны когда все есть тоже скучно но не будет же каждый день ездить по ресторанам и по всяким круизом и ничего не делать это же тоже очень скучно мне кажется все эти тусовки тем более я их не люблю конечно не знаю но так как у меня их нет учу гадать все собаками приезжают прям собак страсть сколько мы уже все пришли еду домой не поеду я ни в какой меркадон ну и нафиг я так проголодалась что сделала себе салат из авокадо помидор и ату тунец я сегодня на обед опять доедала объедки вчерашние представляете не могу никогда есть или уже что не доела выбросила а еще муж какую-то коробочку такую откопал я то обрадовалась сегодня утром такая радостная говорю ой печенье какие интересные вкуснятина такая раз потому что я не знаю где он эту коробку откопал такая открываю думаю офигеть печенье где он их взял в общем так открываю открываю а там вот что представляете ой не могу это где он такой клад откопал я вообще не понимаю где он такой взял посмотрите что тут только нету даже вот какой то этот как он называется то в общем вы поняли вот это вот что такое крючки наверное какие то наверное это его мамаши вообще иголка вообще это что пуговиц только крючки да это крючки я с рода крючками не умею вязать ни крючками ни спицами вообще вязать не умею ну вот у меня какой клад нашла представляете а я то обрадовалась печенье говорю ага где он эту коробку взял забыла спросить какого она года фиг его знает представляете вот что надкопали клад какой ладно пойду салатик есть а то после слишком поздно тоже не хочется кушать ну я просто так есть хочу что прям прям вот сейчас это съем с удовольствием вот это я зевнула несмотря на чарли прям тоже спать захотелось ой а спать еще ой я сегодня красоту уже наводила я совсем забыла придется ее идти смывать эту красоту ой завтра воскресенье вербное воскресенье всех вас с праздником вот и начнется последняя неделя поста хотя я и не постилась но все равно вот кстати мы у нас все разговоры в парикмахерской только и о этой страстной неделе ну в испании естественно сегодня домой добиралась блин это пипец какой то все везде перекрыто потому что у нас в соседней церкви которая находится недалеко от нашей улицы там выходит ну шествие да каждое шествие выходит ну в день бывает по два шествия вот и из из разных церквей не из одной и той же а из разных церквей у них это даже знаете как как будто какой то чемпионат что ли потом самое лучшее выигрывает какие то там баллы и что то там им дают я не знаю это же все денег стоит все весь этот процесс прошествия потому что там во первых ну все это с каждым годом нужно мыть вычищать реставрировать свежие цветы там же положены и за это все платят в общем как братья и сестры которые относятся к этой церкви именно вот к этому шествию потому что там каждое шествие за здоровье и потом в общем каждое шествие это в честь чего то ну и естественно символизирует то как зашел Иисус в Иерусалим и его в общем смерть всю эту вот неделю да от того момента как он вошел в Иерусалим как его взяли как его распяли вот и завтра уже будет Пасха но самое интересное что испанцы Пасху не отмечают как мы знаете вот идут шествия каждый день даже по субботам вообще меньше ну потому что в субботу ничего такого в принципе не произошло Иисус Иисус уже был в пещере да и как бы ну не нечего воспроизводить скажем так а Пасху они не отмечают то есть когда он воскрес Иисус они не отмечают вот мне вот это вот странно знаете как это тогда наоборот нужно отмечать что Иисус воскрес да нужно как-то праздник какой-то устраивать ну вот как мы делаем да некоторые постятся в Испании очень мало кто постится вообще они мне кажется оттеряют все вот это вот вроде бы как да страстная неделя с таким вот все ждут все ждут вот целый год но на самом деле никто не знает что это означает вот особенно молодежь для них это праздник знаете для них это неделя праздников выходных отпусков дискотек мне немного странно вот и с моими бабушками клиентками разговариваю я говорю ну ведь вина вся лежит на на вас можно сказать да потому что ну я так не говорю конечно там ты виноват я говорю просто родители бабушки не воспитывают духовно хотя у них здесь очень много духовных школ вы знаете где учатся есть даже уроки а как это духовного воспитания что ли представляете и и все как-то теряется вообще делают первое причастие они до первой причастии там по-моему три года ходят в церковь учиться и то есть вот на таком образовании и как потом все это теряется что молодежь вообще думает что страстная неделя ну Симона Санта это что-то что нужно отмечать и когда нужно веселиться и и все и вот в общем пасху они не отмечают очень все это странно завтра будет еще одно шествие там будут маленькие дети участвовать с колокольчиками не знаю смотря во сколько проснемся как будет погода можно сходить конечно посмотреть на это все но там прям знаете не интересно ну как у кого ребятишки есть у кого дети да может быть интересно там их с этими колокольчиками они ходят вот так вот что-то гремят что-то там делают а так вот как мы они не отмечают пасху вроде бы страстная неделя прошла и все но самый основной праздник к чему вела страстная неделя это вот пасхи да я так думаю они яйца не красят хотя многие знают почему мы красим яйца представляете в общем все это как-то странно вот и они я вот когда им рассказываю вот что мы делаем как мы все это делаем они мне говорят да да у нас так раньше тоже было да у нас так раньше тоже так было представляете то есть раньше это лет 20-30 назад а что будет через 10 лет вообще я не знаю наверное забудут что такое не знаю в общем ну я не сужу ничего ни в коем случае я просто мне как-то это все странно отмечать первое причастие делать свадьбы в церквях допустим да крестить своих детей ну не знать что такое страстная неделя и к чему она ведет что-то как-то не знаю в моей голове не укладываться но у меня допустим не было никаких уроков по церкви никаких ничего нет что бабушка рассказала но тем не менее я знаю в 5 раз больше чем даже какая-то бабушка здесь здесь которая жила всю жизнь у меня одна клиентка кстати очень сильно заболела представляете у нее в прошлом году был грипп а вот она еле как бы выкарабкалась вот у нее какая-то там бактерия все еще осталась на каких-то нет 2 года назад на каких-то таблетках на лечении была все эти 2 года отменили от лечения и она через 2 дня буквально заболела ну вроде бы как не грипп а а что то что то непонятное не знаю вот и вы знаете я к своим клиенткам так привыкаю что вот она не пришла вчера нет сегодня вчера то я не работала вот и я прямо думаю ну точно заболела потому что ну очень редко нет не очень редко такого вообще не бывает последние 3-4 года чтобы она не пришла потому что не захотела ли пошла в другую парикмахерскую и вот вечером пришла ее дочка на укладку на укладку и я прямо с порога я говорю а мама твоя она такая болеет я говорю ну блин я так и знала она говорит да сильно у нее там что то вот так вот представляете клиентки мои а уж ей 86 лет что ли ой не могу старенькие не меня у меня таких у меня таких вот постоянных штук штук человек пять есть которые вот уже в возрасте да и ходят вот они постоянно и то есть если они какой-то день не придут то я уже начинаю думать вот так что то с ними случится в принципе это же деревня где я работаю и там там все про друг друга знают ну это опять на горе внизу то там побольше все и молодежи много вообще там очень часто в городе очень много туристов конечно погода им не подфартила некоторые ехали там с Мадридо еще где-то с центра Испании на море позагорать и все дела и видите какая погода нифига но на следующей неделе уже я все знаете смотрю на воскресенье на нашу пасху и думаю блин хоть бы выходные были хорошие вроде бы как обещают хорошую погоду на одном сайте показывают 23 градуса на другом 25 будем верить все под моей морлыканье Чарли пока уснул почти уж сну да ты моя такая блин надо ему игрушку новую купить что-то блин с головой с этим играть хотя у него там есть и мячик еще одна игрушка но с ними не играется не нравится так вот рассказала вам свои как говорится мысли об этом просто я вот сегодня тоже с ними разговаривала с моими клетками и вообще не поняла вообще как они тут я говорю вы отмечаете непонятно что смерть ну дорогого человека скажем так да но не отмечайте его как это назвать то что он воскрес странно что вы думаете по этому поводу я знаю что о политике и о церкви не говорят но все же хочу и говорю а на следующей неделе о политике буду говорить что у нас выборы будут в воскресенье да о чем можно и о них поговорить у меня уже с этими брошюрками там я не знаю целый мешок наверное набрался этих брошюрок за кого голосовать за кого не голосовать по телевизору вообще нечего посмотреть там одни эти дебаты идут одни рассказывают какие они хорошие вторые рассказывают какие они хорошие третьи рассказывают что они еще лучше ну вы сами знаете как это когда выборы пипец скорее бы они уже закончились ладно завтра воскресенье всего вам самого на лучшего вербное воскресенье здоровья счастья удачи всего пока пока и до завтра пока пока